Девочки, у меня в комментариях спрашивали, вкусный ли кофе. Я же кофе пью только с молоком. Я сделала себе кофе, а молока нет. Я бы сказала, думаю, сгущёнка есть, и сгущёнки нет. А я так, ну, раньше пила так кофе, сейчас не пью, только с молоком. Ну вот сейчас я как раз попробую и скажу вам, вкусный кофе или нет. На цвет я смотрю, девчонки, для меня как бы, это я две ложки положила. Я положила одну ложечку, и он такой светлый был, мне кажется, он такой слабенький. Я добавила ещё одну ложечку. Это тот кофе, который мы покупали в Харькове, в пачке большой. Ну, вы видео видели, я думаю, вы про этот кофе спрашиваете, девочки. Сейчас я вам скажу. Мне кажется, мне он не понравится. Мне по запаху, но мне ещё нос не очень так хорошо дышит. Это Аня хвалила кофе. Ей понравился кофе. Мне не айс. Вот я по одной ложке уже увидела, что он такой слабоватый. Мне не очень. С молоком будет нормально, а так пить. Я давно не пила кофе, я вспоминаю, прям, когда я на работу ходила, пила только такой кофе. Я понимаю, это растворимый кофе, но есть растворимый, мне нравится. Этот не очень. Сейчас я вам не поленюсь, покажу пачку. Аня хвалила, она у Ксюши пила. У меня камера какая-то зафигняется. У Ксюши пила и понравился. Вот такой, девочки. В серой пачке. Голд инстант. Вот, смотрите. Мне не очень. Уберу. Многие скажут, надо пить заварной. У нас есть и заварной. Но иногда по-быстрому мне охота такой попить кофе. Позвонила Аня. Я тихо разговариваю, Камила спит. И я посудомойку разбираю. И так Саня тихо, она говорит, а что ты так тихо? Я говорю, Камила спит. Я говорю, Аня, мне не понравился кофе. Она говорит, как? А мне так у Ксюши понравился. Я говорю, ну я его пью без сливок и без молока. Она говорит, со сливками и с молоком все вкусно. Мне так, не очень, девочки. Не очень. А я разобрала посудомойку. Сейчас, ну то, что грязное, уже пособираю. Постирала еще, стирочку сделала. И хочу завтра, наверное, да, потому что мне сейчас надо кушать, готовить. Завтра хочу в шкафу навести порядок, вещи там пересортировать. Я еще вам забыла показать. Знаете, что я купила? Сейчас вам покажу. Девочки. Вот они, сьюзка. Ой, упал тримпель. Ну, тримпель купила, тримпеля. Вешалочки, как вы называете. Я называю тримпеля. Вот. Плечики, кто как называют. Вот эти вот бархатные. В общем, тут в наборе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Карт, десять штучек. Они стоили двести гривен. Вообще чудесно. Микки, успокойся, потому что вот этот вот разноброд, разные все, ну, они, ну, хочется мне так, чтобы было красиво, не знаю. Или Софии все их отдам, но может для Софии они большеватые. Я Софии покупала как-то в этом, скажите где, в АТБ, тоже вот такие вот, девочки, тоже вот такие вот бархатные, но они меньше размером. Наверное, подостаю со своего шкафа и отдам Софике все. У меня два вот таких наборчика. Сейчас достану. Да, для Софии на одежде, наверное, вот эти больше подойдут. У меня такие розовенькие и бирюзовые цветом. Шкафы надо понатирать. Ай, где они только есть? Ну, вот на моей одежде. Вот такие еще бирюзовые. Надо их отсюда забрать. А вообще надо бы заменить, знаете, чтобы все были одинаковые, девчонки. Там по поводу футболки, спор, какая негодяйка забрала у Софии, девочки, у Софии. Ну вот, мы купили футболочку. Потом, сейчас. Да у Софии достаточно футболок, и она, ой, кошмар, шкаф, надо все вымывать. Она не обделенная, ребятки. Для танцев еще вот заказали футболку. Ну, там чуть-чуть казус произошел. В общем, такая футболка стоит 450. А я заказывала, там еще сзади должен был быть рисунок, а у нас сзади рисунка нет, 450. Потом говорю, ну, я заплачивала за рисунок и сзади, спереди 650 гривен за футболку. Ну, учительница сказала, разницу вернет. Ну, что должна переплачивать? Я заплатила за одну, а нам дали такую вот. Вот, это для танцев, именно, для танцев Софики футболочка. Потом розовую где-то мы покупали. Даже не знаю, где она у нее есть. Да, вы видели, я вам показываю. Так что футболки у нее есть, она не обиженная. Нормально. Это наша, Женина, моя новенькая одна. Сейчас все поразбирать. В общем, завтра хочу в шкафах навести, шкаф вымыть, стюкла понатирать. Потому что все такое какое-то залапанное. Залапанное, залапанное. Завтра надо тут все поупирать. Вот эти маленькие, не знаю, надо у Ани спросить. Может, Ани поотдавать вот эти вот малыши для Камилы. Я у нее спрошу, или может, она и купит набором какие-то. Я их тут в бок сдвинула. И вот такие маленькие. Почему-то все падает, девочки. Все падает. Вот они их сложили. Ну, такие тоже, они небольшие. Для Камилы, может. Ну, спрошу у Ани, надо или не надо, может, ей поддаю. Ну, тут Софи на футболку тоже можно повесить. Потом платье-то я вам не показывала. Еще мы зимой у Ани, когда был день рождения, Софи понравилось платье у Ани. И она попросила, она меня тоже и заказала. Ну, мы и купили маленький размер. Ну, только я не знаю, для чего, но нам оно вывернутое. Вот это вот на тоненьких бретельках. Ну, маленький размерчик. Вот оно внутри с этими цаточками. Ну, Софики нормально в нем, красивенько. Ну, это, знаете, как если вдруг оно вывернутое, девочки. Не хочу выворачивать его. Ну, может, когда будем ездить на конкурс, может быть, со скрипочкой выступать. Ну, чтобы Софика была в таком красивом, нарядном платье. Все. Готовлю ужин, девочки. Мясо размерзлось. Сейчас пожарю 3 луковицы или 4 на чисто. Сейчас он у меня будет медленно млеть в луковом соусе. Так он получится. И макарошки отварил. Макарошки такие достала. Так гуманитарки давали. Все, сварились у меня макарошки хорошенькие такие получились. Вроде неплохие. Я добавляю немножко, девочки, растительного масла и кусочек сливочного масла и перемешиваю. Тогда они не слипаются. Если с одним сливочным, ну, это так, на раз порцию сразу поесть. А если, ну, я полкилограмма сварила, кажется, немножечко их переварила. Ну, надо было раньше достать чуть-чуть. Отвлеклась. Все, мяско у меня доготавливается. Сижу, девочки, пока мне тут варится, стало на ваши комментарии немножко отвечать. Читаю ваши комментарии. Вы тут пишите про глазурь. На этом вы готовите. На желатине очень хвалите. Ну, уже на следующий год будем готовить. Я уже в этом году паски пить не буду. Ой, вот так что-то. Можно пасочки заморозить и нарезать, сделать. Ну, я думаю, если мы их не успеем съесть, я их порежу и в духовочке подсушу. Знаете, вот как продаются вот эти сухарики с булочкой, с изюмом. Можно и так сделать. Вот это так мне плохо читать, девчонки. Или на сухарики очень вкусно пишите. Вот это только у одной меня. Я не пойму почему. У всех есть имена. У Ани есть. У Жени в телефоне я смотрю. У меня ничего нет. У меня вот... Не знаю, что оно так. Я говорю, а не может что-то сделать. Она обновила. Я говорю, я уже обновляла. Ну, YouTube. Все равно так. Вот видите, как... Вот у меня какие комментарии. Вот все вот так написано. Ну, это видно на... Нато... Нато Семенова. Тут видно. А так... А так вот так все, девочки. Все вот так. Ну, вот Анна. Понятно. В основном это Людмила. Привет вам, девочки. А в основном все вот так. По поводу футболки дальше комментарии продолжаются. Ой, девчонки, все нормально. Мы, когда покупали эту футболку, София ее не меряла. Ну, просто ей захотясь. И то, как бы я ее заставила. Говорю, пойдем, зайдем, выберем еще пару футболок. Я ее как бы заставила. Ну, потому что я понимаю. Ну, вы говорите, у нас нет. Есть у нас. Ну, это надо ехать в соседний город, в Покровск. Ну, можно и рядом тут на рынок съездить. Ну, не знаю. Там ничего. И выбор больше в Харькове. И дешевле немножко можно купить. У нас подороже. Так что. Микузька спит, лежит, поела. Антистресс. Вот уже ревнивится. Как она начнет ревновать меня к Софийке. Мама ей только нужна. Так, Анечка там Камилочку уже сутки не кормит грудью. Отлучает от груди. Ну, вот уже сутки нормальные. Я говорю, Аня, ну, перетерпите. Ну, ей тяжело, когда она ее укладывает спать. Вот она просит грудь. Ну, нельзя. Она бунтует немного. Психует. Аня говорит, психует. Я говорю, ну, пусть перепсихует. Ну, это у нее такой переломный момент. Я говорю, ну, ничего. Нормально будет. Я говорю, тебе будет легче. Так она, Аня, говорит, она сегодня утром проснулась. У нее, говорит, хороший аппетит. Она три сырника съела. Еще что-то съела. А так она ходит целый день. Аню дергает. Дай сисю и все. Поела, поела. Я говорю, поэтому у нее плохой аппетит. Она перебивает. Чуть-чуть поела. Все. Ходит. А потом не хочет, не есть ничего. А тут она говорит, прям с удовольствием так кушает. Я говорю, вот, и тебе будет легче. А то мы так, ходим, знаете, в магазине. Она надумала, да, и все, кофт рвет ей, орет, припадки. Дай и сись. Ну, я говорю, а, ну, ну, и так она ее очень долго кормила. Я говорю, а то в год надо было завершать это грудное вскармливание, и тебе бы было легче, и ей бы было легче. Так бы хотя бы, она маленькая была, она еще сосочку сосала. А так, Аня ее уже от соски отучила. Я говорю, ну, так бы было и легче. Это вроде отлучает, нам сосочку дашь, она успокоится. А сейчас же она уже все понимает. Ну, вроде нормально. Я говорю, смотри, Аня, не сорвись, перетерпи. Она говорит, они уже сутки прошли, так что. Я говорю, будет и тебе, и ей легче, и она будет спокойнее. И спать будет ночью лучше, не просыпаться все время, вот это, тебя дергать. И ты не высыпаешься, ну, все время ночью. И ей она психует, заставляет Аню поворачиваться, чтобы-то от нее не отворачивалась. Я Аню и Камилу, Аню и Софию, да, 7 месяцев кормила. А после 7 мне что-то молока было мало, уже потом смесями докармливала, как-то у меня так. Аня долого. Откормила, ну, и ничего. Помешала мясо, наверное, буду отключать. И думаю, может водички добавить, или так оставить. Там столько лука много. Наверное, так оставлю, пусть будет. Бесподлина. Оно и так, сока достаточно. Я поставила на троечку. Медленно тут. Томиться. Девочки, в старой сковородке приготовил. Кстати, я что, не вновь. Я говорю, да ладно. Поэкономлю. Но вчера две сковородки уже все утилизировала. Одну блинную мою. Давно я покупала еще в АТБ. Вот. И одну, наверное, года два назад мама мне покупала, дарила. Она уже вообще... Это еще более-менее один. И очень мне понравились Анин набор. Вот эти кастрюльки. Не знаю, может в следующий раз и я себе поменяю кастрюльки. У меня только одна с ней ржавейки. Хорошие у Ани кастрюли понравились мне. Но это уже все на следующий раз. За раз все не купишь. Вот. Дай бог, все будет хорошо. Съездим летом еще. В общем, будем смотреть по ситуации. Главное, чтобы было все хорошо. Еще вы мне написали в комментариях, что в Юске очень хорошие полотенце. Ну, вы покупали и остались все довольны. Тогда и полотенечек надо будет подкупить. Вот. Ну, я так и постирала. Ну, посмотрю, как они будут. Еще не пользовалась. Просто пополоскала их. Там повесила два. Они мне как раз по цвету так подходят хорошо. Так что в следующий раз, в общем, еще надо съездить в Юск, выбрать полотенце. Вообще, мне там много чего понравилось. Ну, хочется что-то поменять, заменить у себя. Ну, это все отложим до хороших времен. Вот. Хочется и стол поменять, и стулья, и в спальне у Софии все переделать. Не хочется сделать там совсем все по-другому. Ну. Все. Что ты хотел на ручки? Прийди. Ну, иди. Ну, иди, моя звезда. Мой звездочет. Замерзла. Я сидела на диванчике, там видео монтировала. Она на ручки ко мне пришла, и тут трусится. Что тебе, клубничку одеть? Я постирала тебе клубничку. Могу тебе поменять. Ночью под одеялом спит, мерзнет. Микузька. Аня сегодня по видеосвязи позвонила. Камила такая рада. Мими, мими. Любит. Любит Микузьку. Она майка уже май, говорит. Май. Я говорю, да еще чуть-чуть, и она разболтается, будет болтать. Потом все, что хочешь, тебе расскажет. Вчера, она говорит, палец где-то она там себе или поцарапала, или что. Пришла, Аня показывает, говорит, мими укусила. Аня говорит, ах ты брахушка малая. Что ты это обмануешь, Микуся. У меня кирит уехала. Она говорит, мими. Да, мими? Мими моя. Мимишка. Так, сейчас мы Женю будем встречать с работой. Женя уже на работу вышел. Работает. Будем его кормить, ужинать, пока не поздно. Потому что у нас график еды в Харькове все сбился. Девочки, я приехала, поправилась с Харькова. Но я за эти дни уже сбросила. Три килограмма, которые набрала, я сбросила. Потому что я перед Харьковом подзабросила вот эта интервальная. Что-то я от него отошла. А то как-то строго на нем держалась. Но он как-то вес, я не скажу, как-то, чтобы он сильно там уходил. Ну, так, чуть-чуть. Ну, сейчас стало, как и было. Так что, будем прощаться. Говори девочкам, мальчикам, пока. Это моя уже. Детенка. Детенка моя звездочка. Звездочка любимая. Все тогда. Всем пока-пока. Завтра будем с вами, дай бог, все будет нормально, наводить порядки. Да, девочки? Хочу красиво все убрать, сложить. А хочется уже еще больше вот этих вешалочек купить. Ну, ладно. Потом докупим. И белые мне нравятся вешалочки. Но эти такие тоненькие. Ой, папа пришел. Ой, бежал. Ой, побежала. Побежала. Ой, ой, ой. Пропустила. Ну, ладно. Все, все купим. Постепенно все купим. Все, пошла я Женю встречать. А с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока.